началось всем опять привет мне сейчас просто нечем особо заняться и решил немножко снять район где ну то есть место недалеко от того места где живу я привез сына поиграть в парк но после школы забрал его и привез поиграть такой ну там детский парк там можно и по пути просто решил прогуляться сам и показать вообще что из себя представляет обычные скажем так район не очень далеко центра города не близко центру города самый обычный район в виктории виктории британской колумбии в канаде то есть это городок в канаде здесь в общем ну я буду стараться снимать все и говорить то что происходит вокруг что ну как бы что видно в кадре объяснять что вообще как-то все устроено здесь есть пожарный гидрант они но они здесь где встречаются очень удобно наверно пожарным то есть вдоль всех улиц и городах и даже не предела городов стоят такие устройства для подачи воды у нас в районе здесь живет много оленей если увидите оленя но так как бы нормально ничего чрезвычайного не происходит скорее чрезвычайности мы не увидим оленей вот вдоль дороги видно лежат такие синие ящики на них написано recycle это день когда выносят мусор для перерабатываемый в таких обычно выносят бумагу все такое это может быть бумага пластик стекло он везде разными ну как бы разные контейнеры для используются для разного типа мусора и соответственно как бы его разделяет этим как выбрасывать мусор разделяется на обычный мусор на бумагу картон стекло пластик и компост то есть компост это как бы скажем так еда которую не доели там огрызки все такое которое еще может пользоваться как биотопливо так как здесь много дождей виктории везде есть хорошая дельнажная система и везде все сделано очень в этом смысле хорошо то есть у асфальта может быть на картинке не очень хорошо видно но у асфальта это по-русски это называется типа разуклон или что такое то есть он немножко такой выпуклый вода всегда стекает нужное место вот эти черные полосы на дороге это как бы это ремонт когда заделывают трещины его заливает какой не значит собственно не работаю на не ремонтирую дороги возле дома вот это частный дом тут частный дом возле дома есть почтовый ящик с флажком здесь частные дома а вот эти вот дома вокруг это уже не частные дома а дома на рент то есть здесь можно снять себе квартиру и жить многоквартирные дома которых снимают квартиры многие канадцы американцы предпочитают снимать жилье это удобнее по многим причинам по каким я может быть когда не потом расскажу и почему здесь так много домов клиента в этом месте потому что здесь рядом находится дорога с оживленным движением а там где находится дорога с оживленным движением жить в своем доме не всегда удобно потому что от шума дороги поэтому частные дома обычно немного дальше от дороги как вот этот например а ближе к дороге к дорогам располагаются уже многоквартирные дома дома для ренты и так далее то есть немножко другой сей жизни такой получается тут пока ничего интересного по пути нет проехала девушка на велосипеде в нашем городе очень популярны велосипеда вообще здесь их очень много очень много велосипедных дорожек и все такое дома вот эти все очень старые то есть построены ориентировочно я так сходу не могу сказать но скорее всего примерно я бы сказал в середине прошлого века годах может быть 50 60 70 мне так кажется по архитектуре типичный дом для аренды то есть дом рядом обязательно но она бывает вот самим дом тут по-разному так как это дом очень старый то парковка рядом здесь еще сохранился частный дом вдоль дороги можно посмотреть рядом с ним стоит барбекюшница тое место где хозяин делает барбекю можно выйти и пожарить себе что-нибудь и газ там газовый баллон почти нет или как бы очень низкий уровень преступности можно спокойно оставлять их на улице особо не переживать не за саму не за саму барбекюшницу не за баллон никто не утащит что-то еще есть напротив тут торговая торговая какая-то плаза всякие магазинские может быть фолькмакеры закупочные все такое все перекрестки или как бы места где а где нужно переходи дорогу в канаде сделано вот так ну и сша соответственно то есть не стереть по другому то есть чтобы был просто бордюр не невозможно практически взять это будет такой ска сделано это но не только для тех кто с колясками ходит например мамы какие-нибудь но и для людей с ограниченными возможностями от светофор это для переход дороги то есть очень часто здесь сделано так что чтобы перейти улицу надо нажать на кнопку подождать пока загорится твой сигнал и перейти еще светофор водитель это увидит как бы и пропустит тебя вот интересно что есть не санлифт электромобиль они стоят очень дешево копейки какие-то многие покупают и сейчас очень много в городе больше даже чем тесл или там каких-то других электромобилей несмотря на то на то что это дом очень старый для рента он все равно в очень хорошем состоянии то есть здесь не можно не оставлять дома так чтобы они там разваливаться постоянных как-то ремонтируют чистят все такое реконструируют где можно видеть ливневую систему всему городу не знаю спеянности мальчик ждет аркет он уже хочет дом зайти чтобы он впустили может быть родитель или может быть друг какой-нибудь сейчас попробую тоже с ним зайти чтобы показать как внутри выглядит дом обычно как квартира в канаде а вот и тесла поехала модуль 3 их тоже становится все больше и больше а вот так как квартира дом они все очень похожи в каком-то смысле и везде все одно и то же то есть что здесь есть система автоматическая система пожаротушения обязательно есть много таких вот в идеальном состоянии пожарных всяких стройских то там пожар тушить лишь такое такое пожар тушить ли мне тушитель везде ковровые покрытия то есть сейчас еду по ковру коридору что тоже очень удобно на на лестницах по-разному часто бывает ковровое покрытие часто бывает лестнице без коврового покрытия то есть когда как чаще я бы сказал с ковровым сам действующий пройдет в этом доме вот тоже можно будет посмотреть здесь есть своя комната отдыха то есть здесь можно посидеть допустим с гостями или самому небольшая как библиотека отдохнуть поболтать поиграть на что-нибудь настольные игры друг с другом это холл то есть то место куда попадаешь когда входишь в многоквартирный дом почтовые ящики вот это устройство на стене видно какое оно старое тоже это система климат-контроля во всех квартирах в помещениях канаде похожие системы не обязательно такие старые конечно на них можно задать температуру определенную и он будет поддерживать так как сейчас уже тепло то сейчас не работает везде есть дома указатель и вот эти эти вот работают лампочки по-русски сказать в общем это в общем звонок лестница да здесь лестнице тоже что в ровном собственно то есть обычный самый дом типичные классические обогреватели такие батареи по-русски их называют батареи а вот это кстати это выход на парковку отсюда сразу ладно пойдем дальше а вот кстати we recycle как раз такая корзина и в ней уже лежит бумага как раз та самая для переработки автобусы в нашем городе двухэтажные не все но очень многие это мало того что практично в каком-то смысле но еще и очень прикольно ехать на втором этаже и смотреть вверх вверх велосипедисты здесь показывают знают правила дорожного движения и показывают куда они едут сейчас женщина показала что она повернет налево предупредила все дорогу разделяют такие бульвары для безопасности это сделано и что такое вообще кстати по этому перекрестку можно понять как здесь немножко как здесь устроено движение то есть на перекрестке одна здесь называется лейна по-русски полоса наверное или полоса движения или что такое она идет прямо а та что-то в середине поворачивает налево то есть если ты хочешь повернуть налево то ты не будешь препятствовать автомобилям который будет пролечать при этом прямо очень удобно никто никому не мешает а направо поворот возможен и на красный сигнал светофора еще можно обратить внимание что светофор сейчас горит зеленый мигает это означает что он может загореть что он может переключиться на красный когда нужно будет допустим пешеходу перейти дорогу а так движение открыто и как бы машины все могут просто свободно еще можно рассказать вот например первые этажи в этом доме тоже немножко про безопасность них просто окна так сделано выходит и здесь маленький их как бы как бы взять фронт ярд то есть окно открыто и просто можно выйти на улицу или зайти в дом если хочется деревья внизу новые деревья посадили новые и внизу они видно что защищены такой сеткой эта сетка от оленей чтобы они не погрызли каких-то других животных еще бордюры вот здесь например видно что желтые это сделано не просто так не для красоты а это на самом деле разметка дорожная если бордюр желтого цвета то там нельзя парковать автомобиль если он не покрашен то там уже можно можно припарковаться если он красного цвета то там уже не останавливаться нити очень удобно то есть ты всегда знаешь где тебе можно припарковаться где нет в канаде как бы в отличие от россии далеко не везде можно парковаться только специальных местах но собственно это правило никто никогда не нарушает потому что при нарушении тебя сразу увозит эвакуатор вариантов вот мотоцикл интересно очень на урал похож может быть даже уральцы вряд ли конечно я в них не очень разбираюсь еще один дом для рента скорее всего то есть суть в том что это может быть апартнесс что это может быть как дом для рента то есть там дом для рента это где все квартиры сдаются в рент как бы снимаются а либо это может быть просто просто как бы долги просто люди выкупают себе квартиры и живут по-разному бывает вот еще один дом где думаю что для рент не знаю они по сути все одинаковые все вот система тоже для для отвода воды все по плане чуть хорошо продумано тут тоже думаю никаких отличий не будет от предыдущего по сути все то же самое лучший пол коридор ковровые покрытия на полу везде одно и то же предупреждают то что дорога закрыта объезд ясно что это будет здесь тоже на дороге сделано движение то есть одна линия в одну сторону одна линия в другую сторону и посередине разделительная на которой ты можешь повернуть то есть если ты на нее встанешь то не будет никаких проблем чтобы вот кстати одноэтажный автобус а за ним едет двухэтажный это 15 маршрут а тот 28 но тут на одном маршруте могут быть и двухэтажные и одноэтажные автобусы это не очень зависит от самого маршрута а скорее от того от часа пик то есть какие-то часы ходят двухэтажные наверно побольше и все такое по сути вот этих домах домах для рента живут чаще всего люди скажем так не богатые то есть люди у которых данный момент которые в данный момент еще не купили кстати интересный детальный автобус в деревне было видно что велосипед прицепит то есть так как здесь много велосипедиста везде на каждом автобусе есть крепление если тебе нужно ты можешь приехать на автобусе до остановки и сам прицепить либо попросить водителя он прицепит без вопросов как бы твой велосипед вперед а потом когда приедешь на место уже можно снять его и дальше ехать очень удобно так вот в таких домах живут люди в основном те кто не смог по каким-то причинам и не захотел купить свой личный дом например или свою личную квартиру ему приходится и так удобнее снимать дома чаще всего это люди не ну не богатые совсем скорее сказал бедность скорее более бедные чем богатые ну бедный по канавским мерку бедный значит это бедный шкодный переход даем аренд в таких аренд в таких домах в этом районе в этом городе стоит около скажем так около начиная от тысячи с чем-то и заканчивая двумя тысячами долларов канадских долларов в месяц то есть это ну скажем так средний мне в среднем 1300 это будет тысяч 1500 может быть зависит тоже талон насколько у много чего зависит от местоположения думаю что какой-то парк очень милый ухоженный парк я кстати в нем никогда не был не доезжал ну неплохая детская площадка кстати еще одна фишка в канаде камни и на этих камнях фамилии это фамилии не просто так это фамилии чаще всего это делают так господи типа грейпьярд в данном случае или которые уже погибли чаще всего так делают в том случае когда люди оказали какую-то помощь меценатскую то есть ты плачешь какие-то деньги и делать кусочек милитаризма это древняя пушка вообще здесь в этом городе достаточно много оружия дело в том что виктория расположена на берегу океана и такой скажем так вот этот залив или пролив он отделяет викторию от сша ну и вообще как бы то есть здесь и были в свое время укрепление на воде то есть порт какой-то там то есть это пушки стояли чтобы это же самое конечно касается и американской стороны чтобы защищать канаду от нападения извне там японцев например или там от японцев китайцев еще кого-нибудь то есть встречается такое очень уютный детский парк детские площадки здесь часто и почти всегда засыпаны это по-русски деревянные стружки стружки из дерева она хорошо то есть ну то есть она с одной стороны мягкой хорошо выглядит вещает от запаха что такое на площадках детских здесь обычно есть туалеты вот туалет вот здесь реконструкция какая-то идет мне кажется вы недавно поставили поменяли был наверно другой у себя с места не можно попить воду и набрать бутылочку ребятишки балуются ну вот а здесь начинаются уже частные дома сейчас мы чуть-чуть прогуляемся наверное здесь что было понятно как то выглядит эти частные дома как россияне любят говорить сделаны из фанеры и их можно пробить чуть ли не пальцем по их мнению вот кстати обидно что дом сделан с садинга но фишка в том вообще что если вы встречает это найдет такой садинг на жилом доме то это дерево здесь никогда не делают дома с пластиковым садинга или вот например всегда будет дерево пластик здесь используют пластики не видел может быть чтобы использовали но металл металлические садинговые конструкции используют только на на каких-то скажем так промышленных сооружениях там база какие-то объекты непонятно дома эти хоть и выглядят неплохо но они на самом деле очень старые это тоже примерно середина прошлого века то есть они на самом деле очень старые а может быть даже ну да это скорее скорее до года хотя не сложно так сказать сходу это может быть и 40-е года 50-е 60-е но это не значит что в них нельзя жить они всех поддерживаются в очень хорошем состоянии вот это судя по всему кстати свежий дом относительно новый мне так кажется нет не просто реконструкция заново отстроили просто при стиль сделали чтобы с тем что было вокруг а вот это уже точно старый дом и впереди старый дом с камином камином еще немножко прогуляемся на счет парковок этого дома на у этого дома например нет гаража очень интересно поэтому машину он оставляет просто на улице как классная машина обычно у дома есть гараж но не всегда люди в него загоняют автомобиль и зачастую просто оставляют его возле дома даже их есть гараж как например как здесь то есть вот видно за машиной деле гаража находится на машина просто перед передом никто не парится с тем чтобы загонять внутрь ведь это надо открывать двери то есть не то что открывать двери они автоматически открываются но не всем хочется это делать кроме того часто бывает так что гараж завален каким-нибудь хламом какие-нибудь велосипеды и лодки еще что непонятные вещи а вот так выглядит уже типичный канадский район то есть то что находится уже не возле дороги а подальше то есть начинается уже участки дома отдельно стоящие можно подняться повышен посмотреть что там вот это кстати отдельно стоящие дома а дальше видно идут таунхаусы как-то можно увидеть это можно увидеть так что они стоят все вместе построили в одном стиле они соединяются то есть по сути это как бы частно дом но все равно соединен другим или это а нет это просто не таунхаусы это сайдой сайт это как бы два дома вместе скажем так получается немножко дешевле потому что у них одна стенка вместе соединяется это джанкмен приехал пойдем обратно до того места где у меня сын сейчас здесь у меня не потерял как здесь путешествия вот например краски нет можно парковаться желтая краска есть парковаться нельзя ну и на выездах конечно никто не паркуется то есть понятно что если краски нет но здесь выезд как вот здесь то здесь никто уже вставать не будет и вот знак написано здесь шел так на англии то есть это значит что парковаться можно только тем кто проживает этих домах ну и конечно если ты приехал кому-то в гости и встал на своей машине рядом и никто не прогонит никто никуда не утащит но если ты наглую решишь здесь просто почему-то ставить свою автомобиль еще и на несколько дней оставишь его точно утащит потому что никому не хочется чтобы чьи-то чужой автомобиль стоял твоего дома всегда но правила парковки вообще разные в разных городах канады но по сути всегда очень похожи вот например здесь уже написано вот вам может быть очень хорошо видно знак который говорит о том что здесь на на два часа можно вставать с 9 то есть не так что здесь парковка ограничено двумя часами 9 утра до пяти вечера с понедельника по пятницу в любое другое время можно уже вставать кому хочешь но не там где желтая полоса а только там где ее нет то есть вот машина вот это вот стоит например она проехала где кончается желтая и кончается желтый бордюр и стала там где выбирайте бордюр по реблике может быть буду чередовать и где поеблик закончился на там стал то же самое с этим веселым кстати смешным недорожником ничего себе где он так устряпался и он нашел вообще такую грязь west class chips мне иногда кажется что их специально забрызгают грязи чтобы казаться более портальными потому что найти такую грязь в канаде всем не просто может быть даже услуга такая есть обрызгать и машину грязи так и опять никто степь занесло это кстати school bus совсем маленький потому что не знаю на самом деле почему много может быть причин одна из причин что это один из school bus то есть один из школьных автобусов который который возит детей только на какую-то группу детей на какие-то там мероприятия или что-то такое будем нарушать все мыслимые и немыслимые правила и перейдем дорогу и на пешеходном переходе рядом анархия хотела рассказать что-то за ящики такие написано что это решение для того чтобы хранить них что-то во время ну скажем так как же по-русски рассказать как бы такая сарайка на время я честно говоря не знаю как это работает и не обращал раньше внимания на них вообще первый раз можно сказать здесь понятности здесь еще идет ремонт и может быть тут хранится в них что-то чтобы делать реконструкцию площадки если кто-то думает что я иду по по лизане например и по новосибирску то нет флаг написано что у кирин был корабль боях 39 45 год и фамилии людей которые погибли 45 45 45 хотя нет шин шинга нет это не фамилии людей зашло другое это больше похоже на название городов может быть это когда нет не знаю не знаю может когда были бои нет не знаю ничего вот там наверно были подробно написано что все это значит мне не хотят изучать вот например красный бордюр это значит что здесь останавливаться никому нельзя нельзя потому что здесь просто остановку еще интересен вот этот знак за ветками вы плохо видно там написано и и и стрелка это значит что там и зарядка для электромобилей пойдем проверим так это или нет я уже ее даже вижу посмотрим заряжать там примите ли нет я даже уже вижу что там стоит ли вообще в моем городе очень много зарядок для электромобилей очень много они на каждом шагу и они все бесплатные все level 2 бесплатно есть еще 10 то есть очень быстрой зарядки они уже они уже платные но конечно все равно получается в разы дешевле чем заправлять бензином приехал ли кстати я тут тоже мог подарить автомобиль пока мой сын там бегает парковка написано никому не вставать кроме электромобилей никто поэтому не встает то есть суть в том что этот электромобиль принадлежит городу то есть работает на город так сказать муниципальник по-русски парковка тут разрешена тоже на два часа ограничено с утра до вечера с панделька по пятницу то есть в остальные все дни уже не на два часа уже можно хоть на сколько ставить но чаще всего до парковка ограничено по времени будние дни либо два часа либо вообще 15 минут например вот место для людей с ограниченными возможностями значит да никто не встали все будет стоять по своим местам здесь находится кстати очень классная библиотека давай зайдем туда почему нет не знаю почему я сказал что мы классно все библиотеки канаде очень классные скажем так тут находится библиотека перейдем мы там почему я про это знаю потому что мы там берем постоянно сыну книги ну открыты библиотеки все такое на самом деле здесь все так ужасно потому что идет реконструкция строится новые какие-то здания скорее они так не буду придумывать кстати обратите внимание несмотря на то что здание высокая но тоже строится из дерева обычно здесь здание а выше 3-4 этажей строят уже и бетона кирпича например чего-то на неделю на вот здесь это против дерева будет она выглядит примерно так как он там здание скорее всего примерно так как вон то здание вот сюда мы приносим книжки когда нужно вернуть то есть можно в любое время хоть ночью хоть когда прийти и просто-напросто кинуть их приемники для книг это для того чтобы возвращать диски а это для того чтобы возвращать нем зайдем быстренько здесь никому не помешает и что с камерой информационный стенд какой-то лифт и ничего интересного и сама библиотека если он открыто можно их книжки сюда возвращать почему это работает потому что здесь система электронная с книжками в общем здесь компьютеры регистрация нет с собой сейчас моего членства карточки поэтому я так буду ходить просто ничего брать не буду а и здесь можно брать книжки как бы сканировать на этом устройстве и забирать с собой то есть подходить к библиотеке не надо все автоматически делается а потом просто принести их и скинуть в ящик все учитывается автоматически здесь есть твой аккаунт и видно какие книжки ты взял на сколько ты их взял то есть можно брать там не помню на сколько на пару недель а потом нужно вернуть иначе будет пение может и тут не читать а просто сидеть за компьютером баловаться играть например или читать ребятишки в этой комнате могут читать или играть и не читать или как-то или они не читать или это не «чтем» и вы можете видеть и и с и по и Это место для подростков. Да, и тут всякие еще события происходят. Вот что на этой неделе будет. То есть в среду будет Family Storytime with Lara. То есть придет какая-то Lara с 10-30 до 11 будет детям читать что-то. В пятницу с 11 до 12 будет Baby Time with Adam. То есть придет какой-то Adam и будет детей развлекать, читать. То есть можно приходить с ребятишками, им будет интересно. Ну и постоянно происходят какие-то события подобного плана. В общем, это типичная такая городская библиотека. Их тут очень много. Канадцы очень любят читать. Да я сам очень люблю читать. В нескольких местах на слезы пробивает. Я просто обожаю книги. А там такие классные книги встречаются, что просто так много интеллекта сосредоточено в одном месте. Меня это всегда поражает. Вот здесь интересный момент уже. А в это здание ведет лестница, потому что она высоко над землей. Но, конечно, люди с ограниченными возможностями тоже могут подняться, потому что есть большой фандус. В Канаде я еще не видел ни одного места, куда не может доехать человек на коляску. Это обязательные условия. Обязательные. По-другому нельзя. Если не будет пандуса, то будет лифт. Если, блин, не знаю, не будет ни пандуса, ни лифта, тебя будет на руках носить. Но ты, в любом случае, попадешь. Попадешь, куда тебе нужно. Батарейки все не, наверное. Сойдет. Лук был. Это автобус поднимался. Автобусы здесь, когда останавливаются на остановке, опускаются вниз, чтобы облегчить посадку. А потом поднимается вверх. Это продолжает движение. Вот, кстати, кто-то нажал кнопку и переходит дорогу. Подсветка и машина уже знает, что это идет. Сейчас мальчик задевать, поштану может быть. Не, он там остался. Ладно, пойдем к ему ребенку уже. Надеюсь, он еще жить. Я его так легко оставил, потому что вообще детей до 11, по-моему, лет что-ли. Здесь нельзя так просто оставлять одних без присмотра. Но он остался не просто так на улице, а остался с женщиной, которая смотрит за ним после школы. То есть это у нее как бы такой небольшой, не знаю даже, как сказать, это по-русски называется продленка, наверное. А по-английски это after school. Это значит, что после школы кто-то за ребенком смотрит, пока, например, родители на работе. И вот сейчас мы просто с ней и с другими ребятишками, за которыми она так смотрит. И, конечно, они просто так дома не сидят, что они постоянно куда-нибудь, допустим, с нею ездят в какие-нибудь места, например, в парке, кино, на аттракционах, какими-нибудь и так далее. Он сейчас должен где-то здесь бегать. Не знаю, обратите внимание или нет, но в Канаде очень много пикапов, по крайней мере. Ну, не во всех городах, кстати. Хотя, наверное, все-таки во всех. Но некоторых их больше, некоторых меньше. В Виктории достаточно много пикап-хак. Пойдем искать ловочка. Двери в парк закрываются, чтобы ребятишки маленькие не выбегали совсем. Так, что в нем есть? Небольшой городок, площадка. Типичная. Здесь, кстати, уже не стружки сделаны, а резиновое мягкое покрытие. Интересно. Чаще делать стружки. Так, окей. Что-то девочка была с полчиком, значит, полчик где-то здесь. Пойдем искать его. Вот это классная фишка. С такой бочкой большой, которая набирается в какой-то момент. Переполняется водой, а потом переворачивается. Полная вниз. Получается, все водопад. А вон, Вовчик. Что-то уже ест. Мне кажется, его угостили. Мишел его угостил чем-то. Здесь можно спортом немножко позаниматься, небольшой пруд. Площадка не очень уютная, потому что очень новая, деревья еще не выросли. Еще. То есть, как только вот привезли сюда, такими молодыми. Когда будут лишения, будет поуютнее, конечно. Нормально. Стенек будет нормальный. Эй, Влад. Где ты его купил? Мы поставили в пакет. А, окей. Обычно, он говорит, что мне нужно сделать что-то. Как раз цинилось. Хи, ребята. Хи,. Хи-хи-хи. Хи-хи. 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 Вот здесь все еще делают, даже зонтики еще не сделали, все в процессе не как. Пойдем посмотрим, что тут еще есть. Площадка на зону разделенная. Для взрослых есть свои столики, можно отдохнуть, газон поваляться для таких подростков и для самых маленьких места. А там, кстати, туалет. Большой, удобный. Это здание, это туалет. Пойдем посмотрим, что здесь есть вокруг. Парковка, но это парковка уже. Сейчас посмотрим ее правила. Что написано? Оверфолл паркинг. Написано, что когда места нет на какой-то парковке. И тут написано, если здесь, значит, не хватает места на парковке, на выезде знак какой-то парковки, ты приезжаешь на нее, как те машины, они сейчас приехали, посмотрят, если на ней не хватает места, они когда будут выезжать, на ней этот знак, и здесь написано, где можно встать в случае, если вся парковка занята. Через 10 метров напротив какой-то парковка. Все очень удобно. Вот это, это procreation center, то есть это место такого, скажем так, отдыха. Сейчас покажу, как это все внутри. Зайдем, наверное. Здесь есть поле для игры в бейсбол. Пойдем внутрь зайдем, посмотрим. Приехала машина, Nissan Leaf. Это, кстати, food truck. Может быть, наверное, да. Но мне кажется, они либо только приехали, либо уезжают. Почему-то закрыто у них. Чтобы можно было перекусить кому-нибудь, родителям, например, готовить еду. Иногда просто очень вкусную, иногда просто экстремально вкусную, известную, какую-то популярную там сексу мира могут люди приезжать, чтобы покушать в каком-то food truck. Например, в Ванкувере есть Chapa Duck, и у него тоже есть свой food truck. Это знаменитая еда такая, как бы, и очень классная, очень вкусная. Ну вот, да, там были дома такие побольше, постройки многоквартирные. А дальше от дороги уже опять начинается по-русски частный сектор, то есть отдельно стоящие частные дома, как здесь. Вот еще, кстати, фишка. Стоит стол и он укреплен такими растяжками, да, в земле. Вот если есть такие растяжки, они всегда обернуты желтой такой штукой в Канаде. Ну и в США. То есть это обязательно тоже стол. Вон стол с такой же штучкой, например, видно, дальше стоит. Велосипедная парковка. Вообще в таких публичных местах, типа вот этого центра, куда я собираюсь зайти, лучше не снимать, потому что не все люди всегда хотят, чтобы их снимали. То есть дело не в том, что нельзя, что там, допустим, сидит охранник, там нет никакого охранника, но просто это не все хотят попадать в кадр. Посмотрим. Что у нас тут есть? Gym, то есть спортзал. Часто я бы никогда не был в нем. И какая-то проходит ярмарка. Esquire Mode, Firmus Park. Здесь ребятишки развлекаются, вышивают что-то. Я не знаю, что там есть. Не знаю, что там есть. Черт, я не взял с собой визитку, вообще ничего не взял. Ну ладно, тут же бассейн. А, да, продолжаем. Не вовремя, место закончилось на телефоне. Все-таки час видео. Это не шутки. Точнее час. Видео в формате 4K, 60 кадров в секунду. Ладно, продолжаем. Здесь, в общем, маркет фермерский, где можно купить всякие продукты. Можно всем тем, кто взял с собой кредитную карту, где деньги. А я не взял ничего. И бассейн для малышей и для всех. Так, лапы. В общем, мелкий, средний. И крупный бизнес притащил все, что мог из округи и продает теперь. Органи продукты. И все такое. Вот, чей музыка будет приятная. Соседж. А, кстати, интересная фишка в Канаде. Соседж. Это не сосиски, а это колбаски, скажем так. Скорее, колбаса с сосисками. Можно помыть руки и что-то сделать. Тоже удобно, кстати. Туалетками. Классическое место попить воды и набрать бутылку. Кстати, набирали бутылки. И написано, что, судя по всему, набрали 6883 раза. То есть удалось сберечь 6883 пластиковые бутылки. Очень удобно. Туалеты. Ну, в общем, не знаю. Все как всегда. Чуть-чуть прогуляемся по району и обратно на площадку. Вот так выглядит классический частный сектор в моем городе. Небольшие дома. Квадратов на 150-200. Два-три этажа. То есть вот у этого дома, например, два этажа. И вниз видно пошел этаж. Это бейсмент. Эти дома тоже очень старые. Тоже середина прошлого века. Тоже серединаinga. Тоже середина шeder. Тоже середина. Тоже середина шедевшее кровоотворение. туда пойдем прямо направо налево пойдем вот сюда машина ждала пока решу я пойду и поехал автобусная остановка до этого до переезда в британскую колумбию то есть до вот этого города до виктории я два года жил в городе ванкувер до того как до ванкувера я два года жил в городе ванкувер и в городе вы не так автобусной остановки конечно были по брутальнее там они были там ну так это очень холодные зимы по сути как в сибири там очень некоторые ну то есть на остановках на многих подогреваемые сидения были то есть люди не мерзли в общем примерно так выглядит типичный район скорее даже не типично это бедный район здесь уже живут люди те кто уже не хочет жить скажем так квартира или арендовать ну или в ногу в любом случае многоквартирном доме и они живут в частных отдельно стоящих домах но дома эти совсем старые и здесь такой бюджетный очень район то есть у домов нет больших фронте по-русски вот то что передома в общем вот эта трава есть называть от фронт яргу домов здесь нет то есть но есть очень маленькая нет гаражей в некоторых домов маленькие совсем баки арду некоторых сами дома очень старые плохие то есть это место тоже для таких скажем так для бедняков то есть здесь живут совсем небогатые люди совсем небогатые и вообще эскуай мол это очень скажем так бедный и очень криминальный кстати район потому что здесь ну точнее у него была такая слава конечно ну криминальный по канадским меркам криминальный понятно что здесь нет каких-то там разборка или что-то такое но тем не менее здесь порт был морское что такое с этим связано и очень много жила вот в этих домах людей так ну таких рабочих профессий и был высокий уровень преступности как бы одну относительно другой канады конечно это не значит что здесь они себе в то время понастроили скажем так заборов или каких-то железных дверей нет конечно то есть все-таки это канадский по канадским высокий уровень преступности но тем не менее в района плохая репутация относительно и и он бюджетный здесь дешевле чем некоторых других районах виктории ну вот так на сегодня наверное хватит тем более что у меня на телефоне один раз память уже закончилась я немножко почистил что-то удалял какие-то игры какие-то ненужные мне приложения боюсь что опять память закончится пойду заберу сына да будем дальше заниматься своим делами всем пока надеюсь 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 вы немножко больше узнали про канаду про то как здесь все устроено все работает постараюсь каким-нибудь еще поснимать если это кому-то будет интересно конечно таких видео такое не стесняйтесь подписывайтесь на канал ставьте лайки как еще говорят включайте от звоночек чтобы узнавать о новых видео что там я честно говоря не очень хорошо разбираясь потом как работает все это